Наталья Бельченко обходит свои владения. Цветочная фея с любовью называют ее соседи. Чуть больше четырех лет понадобилось ландшафтному архитектору, чтобы преобразить придомовую территорию и превратить ее в цветущий сад. Захотелось, чтобы люди, приходя домой, поднималось у них настроение, чтобы наблюдали, как с весны до осени расцветают то одни цветы, то другие. Теперь перед домом 28 по улице Северная настоящий сад. Наталья использовала для озеленения такие растения, которые зацветают в разные периоды. С весны до глубокой осени цветы радуют глаз не только жильцов дома, но и прохожих. Большинство, конечно, жителей и благодарны, и любуются, и не только жители нашего дома. Я встречалась даже с такими случаями, когда молодой человек с двумя детьми, проходя мимо, сказал, что я раньше ходил другой дорогой, водил детей в детский сад, а теперь я хожу всегда мимо вашего дома, чтобы посмотреть, что сегодня у вас расцвело. Территория около дома преображалась постепенно. Кто-то из жильцов помогал словом, кто-то делом, но все как один любовались красотой и ароматом цветущих растений. Она реально украшает нашу жизнь, она так отдает такое тепло, что мне кажется, здесь все реально расцветает. Елена любуется красивыми цветами и фотографирует их. Теперь эти картинки будут радовать ее друзей и близких. Большинство растений приобреталось мной в питомниках, выращивалось из черенков что-то. Небольшая часть, конечно, есть тут растений, когда неравнодушные жители нашего дома просто делились чем-то из своего сада. Наталье помогают не только соседи, но и местные депутаты. Она обратилась с просьбой помочь с землей. Единороссы взяли обращение в работу. И уже на следующий день во дворе появилась плодородная земля. Я хочу сказать, что наша команда, команда депутатов, команда депутатов из «Единой России» готовы всегда прийти на помощь таким инициативным людям, которые хотят сделать что-то, сделать возле своего дома, сделать вот такие красивые площадки. И в частности, сегодня помощь этому дому оказал депутат жандарра Владимир Владимирович, который включился в эту работу. Он привез землю, которая здесь очень нужна. Земля действительно нужна, так как работы по озеленению при домовой территории продолжаются. Концепция общая, она, конечно, существует, но от того, что сторона есть северная, она предъявляет требования, естественно, к ассортименту, который может выдержать тень. Поэтому каждая сторона дома будет выглядеть немножко по-разному. Но с другой стороны, я буду стараться, чтобы это было выдержано в каком-то одном стиле. В планах у ландшафтного архитектора посадить новые растения и кустарники. Кстати, некоторыми экземплярами автор особенно гордится.